Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим, как вырастить собственный грецкий орех. Конечно, можно пойти на рынок, в магазин, в садовый центр, выписать по почте саженец. Но гораздо приятнее вырастить растение самостоятельно, допустим, в какой-нибудь дате. Более того, растение, которое вы высадили и вырастили из ореха на своем месте, без пересадок, обычно получается более долговечным, более здоровым. Итак, как вырастить орех? Для начала мы выбираем посадочный материал. Возможно, у вас с осени остались хорошие орешки, которые вы собрали у соседей, друзей или вам прислали, и вы хотите посадить, чтобы у вас выросло такое же. Дело в том, что грецкий орех очень хорошо передает своему потомству свои положительные качества. То есть, если вы взяли орех тонкоскорлупый, крупный, урожайный, зимостойкий, и посадили у себя, то с большой долей вероятности вырастет очень похожее, такое же тонкоскорлупое, зимостойкое растение. Итак, вы выбрали орехи. Как понять, что этот орех гарантированно взойдет? Во-первых, скорлупа у здорового ореха всегда должна быть светлой. На ней не должно быть темных пятен. Дело в том, что болезни, такие как марсония, она же бурая пятнистость, если она поселилась на скорлупе, при посадке споры и мицелий этого грибка потом переходят на растение, которое прорастает и вызывает его заболевание. Все орехи с почерневшей скорлупой спят на ней, мы сразу же бракуем. Нам такие орешки не нужны. Нам нужны здоровые орешки со светлой, неповрежденной скорлупой. Выбрав орешки, мы слегка сжимаем их по ребрышкам. Должны услышать такой легкий щелчок. Для чего мы это делаем? Когда мы слегка натрескиваем орех, мы открываем вход для воды внутрь, чтобы ядрышко ореха набухло, чтобы активизировались процессы именно прорастания. Более того, если вы сжали орешек, и он у вас легко натреснулся, именно легко, это признак того, что орех уже сам по себе тонко скорлупой, что он и потомство в дальнейшем даст такой же тонко скорлупой. Для посадки непригодные орехи деформированы. И непригодные орехи с грубой толстой скорлупой, с такими выраженными ребрышками. Это первый признак того, что орех будет с толстой скорлупой, и его будет очень сложно раздавить. Вот видите, здесь, например, такие вот ребра выступающие. И вот его надщелкнуть практически невозможно. Такой мы орешек тоже бракуем. Итак, вот мы выбрали хорошие светлоокрашенные орешки. Следующий этап. Их нужно замочить. Но замочить их нужно не просто в теплой водичке, а желательно с добавлением какого-нибудь дезинфицирующего средства. Фундазол или в нашем случае марганцовка, которую можно купить в аптеке. Мы готовим раствор марганцовки темно-розового цвета. Это нужно для того, чтобы убить споры грибков, которые так или иначе все равно присутствуют на поверхности скорлупы ореха. И продезинфицировать ее. Готовим раствор марганцовки розового цвета. Он не должен быть бледно-розовым или темно-почти черно-розовым. Достаточно просто классического розового цвета марганцовки. Помещаем наши орешки в марлевый мешочек перед замачиванием. Помещаем их в емкость и заливаем раствором марганцовки на 3-4 дня, оставляя в комнатных условиях. Через 3-4 дня, когда они хорошенько набрякнут, мы эти орешки извлечем и посадим на постоянное место жительства. Здесь у меня на ладошке ранее замоченные отборные формы грецкого ореха, которые уже набрякли. Вот видите, скорлупа приобрела такой более яркий цвет. Они уже готовы к высадке на свое постоянное место жительства. Мы берем наш орех и на подготовленной грядке готовим посадочную лунку. Поскольку грецкий орех формирует очень большой корень, и сам по себе оно растение мощное, и орешек крупный, соответственно, ямка должна быть довольно глубокая. Сажаем мы их на глубину 10-12 см. Данная грядка уже была заправлена органикой, то есть все питательные вещества для роста и развития растения у него присутствуют. Итак, посадочная ямка готова. Кстати, не забудьте провести небольшое известкование почвы перед тем, как сажать грецкий орех. Дело в том, что грецкий орех родом из тех мест, где преобладают почвы со щелочной реакцией или близкой к ней, нейтральной. Поэтому предварительное известкование, допустим, доломитовой мукой, либо карбонатом кальция, то есть строительным мелом, только повысит шансы на здоровый рост и развитие вашего дерева. Грецкий орех мы помещаем на дно посадочной лунки на глубину 10-12 см. Многие спорят, как правильно поместить грецкий орех таким боком, на ребро, на попку или на носик. Дело в том, что корешок всегда выходит вот с этой стороны. Когда орех прорастает, он трескается вот здесь, расходится по шву, створки раздвигаются, именно отсюда появляется корешок. Поэтому желательно положить его все-таки носиком вниз. Его помещаем. Помещаем его на дно и засыпаем. Почву проливаем. И обязательно ставим метку. Дело в том, что у орехов есть особенность. Даже если вы подготовили орешки к посадке по всем правилам, они могут зайти не в первый год, а на второй, а иногда даже на третий. Такой приспособительный механизм у грецкого ореха. Если первый год неблагоприятный, допустим, очень сильные стояли морозы, возвратные заморозки появились, и ростки погибли, те, которые взошли в первый год, какая-то часть орехов зайдет на второй, на третий, и вид не погибнет. Какое-то растение и прорастет. Итак, мы посадили грецкий орех. Мы пометили это место. И теперь нам остается только поливать и ждать прорастания. В первый год орех дает очень маленький росток. Буквально сантиметров 7-8, максимум 10. Первый год для грецкого ореха – это перед формированием корневой системы. Она у него очень мощная. И очень рыхлая, кстати. И у него есть проблема. При пересадке корень часто травмируется. А из-за того, что корень имеет очень рыхлые ткани, то травмы для него обычно кончаются плохо. Начинается загнивание. И если вовремя не заметить ранку на корне, не продезинфицировать ее тем же самым фундазолом или толченым углем, то может начаться некроз, отмирание, и растение будет сокращать свой рост, развитие будет страдать, пока восстановит корневую систему. Поэтому беспересадочный способ получения собственных грецких орехов – это лучший способ получить здоровое растение. Итак, мы посадили, полили, пометили, и теперь ждем прорастания. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова